Кулер Мастер Новинка поставляется в большой картонной коробке. Внутри подставка под запястье, полутораметровый USB кабель, инструмент для снятия клавиш и пара инструкций. Сама клавиатура – прямоугольник с минимумом декора. Выштамповка на дальней грани, вырез в районе стрелок и логотип над блоком Numpad. Сзади еще один логотип, наклейка с серийным номером и резиновые ножки, не дающие скользить по столу. Ножек, кстати, не четыре, а шесть штук. Две дополнительные стоят по центру и не дают корпусу прогибаться во время печати. Для любителей приподнятой клавиатуры есть традиционная пара выдвижных ножек. Они прорезинены и прочно фиксируются в раскрытом положении. Случайно сложить их во время игры не получится. Равно как и сдвинуть клавиатуру с места. За счет встроенной металлической пластины весит вся конструкция почти два килограмма. Впрочем, большой вес для механики скорее стандарт. А что реально выделяет Trigger Z, так это материалы. Вся лицевая часть и клавиши покрыты приятным на ощупь софт-тач необычного состава. Он почему-то вообще не боится грязи и отказывается собирать отпечатки. Из этого же материала сделана и подставка под запястье, которая крепится к клавиатуре при помощи трех защёлов. Внутренний мир Trigger Z, проверенный временем переключатели черри MX Blue, Red или Brown. Узнать, какая версия вам досталась, можно по трем признакам. Первый — надпись на коробке. Второй — оттенок стержня под колпачком. Третий — цвет подсветки. Голубым триггером положены синие светодиоды, красным — красные, коричневым — белые. Нам попались последние — MX Brown. Это отличный выбор для тех, кто не знаком с механикой или просто хочет нечто универсальное. Кнопки лёгкие, почти не требуют привыкания. И перед срабатыванием слегка сопротивляется нажатию, давая понимание, прошёл сигнал или нет. Раскладка и размеры клавиш предельно стандартны. Большие Shift, Ctrl и Enter. Поддерживается до 64 одновременных нажатий. Единственное, с чем надо освоиться, с клавишей FN. По левой стороне она отвечает за кнопку Windows и отключается через комбинацию с F12, а по правой — за работу мультимедиа-плееров, настройку громкости и управление подсветкой. Лампочки можно полностью отключить, задать им один из трёх уровней яркости, заставить мерцать, а также перевести в режим, когда подсвечиваются только зоны стрелок, WSAD и дополнительных M1-M5 по левому краю. Настраиваются они в фирменной программе. Действие можно придумать любое — обычные клавиши с клавиатуры, системная команда, запуск приложения или макрос. Под программирование выделено отдельное окно, в котором можно задать последовательность из 25 нажатий и расставить между ними задержки. Программированию поддаётся каждая кнопка, а изменения сохраняются во внутренней памяти Trigger Z, что удобно для тех, кто часто ездит на киберсоревнованиях. Суммируя, Trigger Z сложно назвать революционной, но за последнее время это определённо самая удобная и беспроблемная модель. Нам не пришлось привыкать к раскладке или изучать инструкцию. Мы просто достали клавиатуру из коробки, подключили и приступили к делу. И при этом нам достались поддержка макросов, настраиваемая подсветка и корпус, к которому просто приятно прикасаться. Однозначный выбор редакции.